Меня честно устраивает. В этом году у Владимира Курбанова профессиональный юбилей. 20 лет за рулем. За это время управлять довелось разной техникой. Но лучшие считают минские автобусы. Я по-честному говорю, машина хорошая. Хорошая рука, любая техника. Нормальная. Его коллеги по Сочинскому автопарку 10 лет назад водили белорусские автобусы еще в зеленые раскраски. Тогда нареканий не было. Не хватало, пожалуй, только кондиционера. Его наличие было главным условием водителей, которые накануне Олимпиады узнали, что будут перевозить пассажиров на белорусской технике. Когда до Сочинской Олимпиады оставалось всего три месяца, городские власти спохватились. Курорту явно не хватит транспорта. И поэтому внутри России срочно объявили сразу три тендера. Но ни одна заявка на них не поступила. И когда сочинские таксисты уже потирали руки в предвкушении барышей, городские власти позвонили на Минский автозавод. Сочинские транспортники до сих пор не понимают, как всего лишь за два месяца можно было собрать, поставить 255 автобусов в полной заявленной комплектации. Водители сомневались в качестве больше других, но когда первые образцы своим ходом приехали в горы и прошла первая обкатка, вопросов не осталось. А что говорят пассажиры? Самолет, говорят. Самолет. Нравится им. Нравится. Кондиционер, все, ну так бы. Все нормально. К автобусам для Сочи особое требование. Высокая температура и влажность, перепад высот до полукилометра, не всякий мотор выдержит. Белорусские производители учли и технические особенности, и опционные пожелания. Кондиционер, валидаторы, камеры видеонаблюдения, система «Говорящий город». Да, так больше плюсов, в принципе. Как вспомнишь, как и раньше были автобусы, еще до Олимпиады, это небо и земля, конечно. Если такие же будут, еще современнее чуть-чуть. Вообще замечательно будет. В Сочинском автопарке 60% белорусской техники, а местное время теперь сверяют по часам Минского автозавода. Мне кажется, уже родственные отношения складываются у нас в этом плане, да, с Республикой Беларусь. У директора автопарка самые прямые. Олеся Лукашевич родом из Минска, но уверяет, это вовсе не связано с белорусскими поставками в Сочи. Просто так получилось. Хотя лично ей приятно, что свое родное оказалось еще и качественным. Каждые три года, это, наверное, процентов 15, может, мы обновления делаем. А так вообще мы смотрим по потребности. Но ориентировочно, я думаю, что где-то порядка 100 единиц будет подлежать обновлению. На следующем конкурсе по поставке автобусов будет серьезная конкуренция. Есть предложения от китайских производителей, да и свои, российские, в виде как яркие МАЗы рулят по главному российскому курорту, тоже засыпают предложениями. Но у белорусов есть веское преимущество. Эту технику уже знают. И она качественная. Только лишь качество сборочки подтянуть. И все. Техника довольно-таки хорошая, интересная, качественная. В гараже компании, которая занимается обслуживанием и ремонтом МАЗов, удивительно пусто. Неужели вообще не ломаются? Директор говорит откровенно. Ремонт текущий. Ничего проблемного. Нет, они ломаются. Просто мы оперативно работаем в этом направлении. Стараемся работать в ночное время, чтобы подвижной состав работал круглосуточно, скажем так. Днем они в основном все на линии. На сегодняшний день заявок по ремонту нет. Техника достаточно надежная. Срекомендовала себя очень хорошо. Эксплуатируется, как говорится, на все 100. Примечательно, что даже в Википедии сочинский автобус ассоциируется исключительно с минским транспортом. А в Краснодарском крае два дня назад завершился всероссийский конкурс на лучшего водителя автобуса. 50 драйверов, среди которых одна женщина из 20 регионов, соревновались именно на автобусе МАЗ. Анатолий Занкович, Сергей Янковский. Наши новости. Сочи. Россия.